Привет, чемпионы! Сегодня мы разберем простейшее упражнение сцепка на прямых руках. Задача этого упражнения научиться правильно взаимодействовать с водой без потери баланса тела в воде, потому что это упражнение по сути является базовым и оно служит для того, чтобы вы потом на это упражнение нанизывали правильную технику плавания, сохраняя правильное положение тела с большей продуктивностью, с большей эффективностью грибка и экономичностью. Сначала вы отталкиваетесь от стенки бассейна по поверхности, сканируете себя на предмет того, что ни один из перечисленных элементов тела не утонул и начинаете делать первый грибок максимально глубокий и прямой рукой с разворотом корпуса. Делайте глубокий грибок и сразу же одновременно ударяйте одноименной ногой. Делать это нужно глубоко и чувствовать вы будете, что вода вам начинает сопротивляться. Не избегайте это сопротивление, потому что вы как раз за сопротивляющуюся воду цепляетесь, отталкиваетесь от нее и скользите вперед. То есть ваш грибок становится эффективнее только тогда, когда вы чувствуете, что вам вода сопротивляется. Если вы смотрите это видео до нового года 23 или сразу в начале 23 года, то возможно у нас еще есть скидка на наши образовательные онлайн-курсы по плаванию на открытой воде и для обучения тренеров и продвинутых любителей. Ссылка в описании или здесь. В момент, когда рука выходит из воды после грибка, вы выполняете мягкий и спокойный пронос, поворачиваясь уже на другой бок. При этом вы можете помочь себе сделать дополнительный удар ноги противоположный. То есть если мы делали грибок правой рукой, сработала правая нога, то в момент проноса правой руки вы выполняете грибок левой ногой, чтобы вернуться обратно в исходное положение. Вкладываете руку прямую в воду, то есть над водой она у вас тоже прямая и выходите в положение сцепка. Подождите того момента и не работайте ногами, ну либо чуть-чуть подработайте ногами, чтобы максимально высоко принять положение тела и всплыть. Пока вы не почувствуете, что по вашей спине не прошел холодок, то не приступайте к следующему грибку. Это очень важно, потому что вы тогда не нарушите правильный баланс тела, а значит научите свой организм правильно держаться на воде, уменьшая лишнее сопротивление в дальнейшем, когда поплывете в кроли. Как только вы почувствовали, что после одного грибка с ударом вы продвигаетесь достаточно далеко и при этом после того, как приходите в исходное положение, не видите, что ваше тело начинает сильно тонуть или ваши ноги начинают сильно опускаться, а приходится четко в горизонтальное положение, вы начинаете чуть-чуть добавлять скорости. То есть чуть-чуть раньше уходить следующей рукой на грибок и чуть быстрее начинаете плыть, но старайтесь всегда фиксироваться в этой сцепке. Записывайтесь к нам в группе по плаванию в Москве и в Санкт-Петербурге. Если вы далеко, то у нас есть телеграм-канал, в котором вы можете найти для вас тренировки и тренироваться дистанционно с нами. Ключевой момент – это занять правильное положение после каждого грибка. Даже у меня не всегда получается так сделать сразу, поэтому не торопитесь. Это упражнение достаточно медленное. Потом вы из этого упражнения начнете плавно переходить в маятник. А то, что вы знаете, что такое маятник, я в вас уверен. Если нет, посмотрите вот здесь по ссылке в описании или в описании.